Всем добрый вечер. Довольно давно меня уже просили, чтобы я записал собственную игру в Блиц со своими комментариями. Всегда отнекивался, говорил, что это крайне неблагоприятно влияет на качество игры, но вот сегодня я решил попробовать. Сомневаюсь в успешности этого предприятия, конечно, но почему бы и нет. В первой партии разыгран, опять же, один из моих любимых вариантов. Паусин без коня на С6. Вот это вот редкий ход слона 3. После Ба на самом деле позиция далеко не так ясна, как могло показаться. Несмотря на то, что Белл отдали пешку, у них здесь неплохая контрагра. Можно даже сказать, что настолько неплохая, что я не уверен, что эта позиция вообще приятна за черных. Но, хоть слона 3 слишком интересно выглядит, что можно было его не сделать. Конь Б3. На конь Б4, видимо, задумано на конь С1, но это не выглядит очень убедительно. Думаю, что и есть смысл пойти конь Б4. На полминуту от столпа ВМ это, собственно, будет наибольшей проблемой в данном формате игры. Но ничего не поделаешь. Конь С1. Ожидаю хода, по-моему, ничего. Сильнее Белл тут нет. Да, Конь С1 сыгранной и... Не очень понятно, что он делает здесь. Черт, ну. Я изначально хотел пойти Б5, но... Неочевидно, действительно ли это приносит какую-то явную пользу. Ну, хорошо, сыграя Б5. Е5, конечно, не опасно веду конь Р5. И второй конь приходит в атаку, партия заканчивается. Я ожидаю за Беллой хода слон С5, для которого, видимо, Черные вынуждены менять Ферзей. И у Белых получается неплохая компенсация за потерянную пешку в виде очень-очень сильных Черных полей. Да, не менять Ферзей, к сожалению, Черные не могут, потому что на Ферзе А4, ну, в крайнем случае, Белая сыграет Ферзь Б3. Получится тот же самый размен, только в более выгодной редакции для Белых. Поэтому основу Д3 слон Б7. Не, ну, как раз основу Д3 мне хоть не очень нравится. Мой взгляд, Белая теперь серьезно рискует начать испытывать проблемы с Королем все-таки. Слон С5, ну, глава С8, кажется. Можно пойти, видимо, слон Д6, на это задумано. Но, так ли это хорошо, не очень понятно. На слон Д6 еще есть ход конь ФД5. Не надо возникать какие-то тактические угрозы. Просто, мне кажется, слон Д6 играть надо, потому что, да, потому что иначе, ну, слон Б4, ФСБ4 стратегически безнадежно. Тут конь Д5 надо проверять. ЕД слон Д5, слон А2 будет грозить. Слон Б4, ФСБ4 всегда с шахом. Здесь какой-то ход ФСБ5 странный. Ну, видимо, после ЕД, ЛДЕ1, король Д8, компенсации Белым за ФСБ4 все-таки не хватит. Хотя ход любопытно. Но можно опроводить конь Д5. Почему бы и нет. Раз уж тем более игра под запись. Белые вряд ли могут игнорировать этого коня, потому что он идет на С3. И там вряд ли хорошо кончится для белых, если его туда пустить. На слон Б4 оба взятия заслуживают внимания. Наверное, ФСБ4 предпочтительный. Чукон приходит на С3 с кучей игроз. А, я думаю, что ЕД будет сыграно. ЕД будет сыграно. Слон Д5. Попытается мой соперник что-то конструктивно найти. Хотя... Выглядит подозрительно за белых, конечно. Может быть, ЕД слон Д5, ФСБ2 отдать просто на А2 и попытаться потом короля через С1 увести. В крайнем случае, у черных есть вечный шаг через А1, С3. Но я думаю, что, скорее всего, можно достичь чего-то большего. Так, мой соперник думает, что на слон Б4 нравится ход, слишком пассивно. А, да, тем более, тем более, короля 1 даже хода не было, потому что... ФСБ4 ждал на месте. Теперь кончится 3. Король Б2 ход единственный, потому что иначе ФСБ3 на короля 1. Тут вот можно взять материал. Можно попробовать поиграть на атаку. Оба метода заслуживают внимания. Попробую. Ну, поскольку соперника мало времени, попробую сыграть на мат. А5, А4. Кунь А4 тоже был ход, но вроде бы там после корольца 1 сразу ничего не происходило. Редакция за черных более выгодная. Король А2 ход единственный. ФСБ3. Ну, и все равно, Владимир Б1 пока держит все ботующие поля. Да, может быть, я бы зарядок сыграл. Что надо было просто забирать материал, не испытывая никаких проблем, что тут... Времени становится все меньше и меньше. Что ж, сыграл Б4. Да, ну... Просто как-то паналя, чтобы... Паналя, когда он не было. Ну, да, теперь можно поменять фигзей и забрать просто качество. Еще более выгодный. Редакции 20 секунд лишнего времени тут должно хватить, чтобы эту партию уже не упустить. Ну, да, видимо, сперник собирается сдаться. А, кстати, замечу, что... Это не просто бритз-партия, я играю в небольшом турнире на шахматной планете. Сника Кирилла, как вы видите. Он мне его одолжил. А, ну и, вероятно, у меня снова серьезные проблемы с соединением. Что, конечно, меня уже, если честно, достало сегодня. Играть так просто невозможно. Да, ну вот, кажется, соединение остановилось. Но это только кажется. Да, вероятно. Несмотря на, в общем-то, неплохо проведенную партию, ожидает здесь меня поражение бесславное. Диа-ц3. С8. Надо было брать на Е4, конечно. Ну, соперник почувствовал запах крови. Запах плохого соединения. Да, ну попробую все равно снести флаг. В целом есть некоторые шансы, если больше не будет подводить connection. Сломбэ-3, ну да, лишнее уже полкомплекта лишнего материала. Проще всего взять от этого слова. Да. Шох, л-д-2. А, линейный ват. Ну, в общем, мы сами можете видеть, какие страшные проблемы я испытываю. С игрой в Близз, находясь в этой замечательной стране. Но ничего не поделаешь. Такс. Международный мастер играет в турнире. Играет на какие-то проблемы с соединением. Соединение, опять же, потому что 25 участников, а здесь всего лишь 12. Да, я заранее прошу прощения за... Низкое качество собственной игры, к сожалению. Онлайн-комментарий накладывается в отпечаток. Ну и помимо онлайн-комментарий отпечаток, также накладывает... А, отсутствие должного соединения. Играет мастер-комментарий. stata уже лови. В описании. Ваши целая, отьи и смыть коротко Sizмор. А, отсутствие должного подпечаток. まыг-ручный. Пуф. Мастер-комментарий. Пуф. поставлю пока на паузу может быть удастся а вот все таки начнется тур мы играем человека с закрытым ником кран видимо белыми обыскать и 4 в последние в интернете пришел на коне в 3 же 3 потому что если честно надоедает разыгрывать нуд в теорию причем достаточно жесткую теорию даже все таки не классические партии ну ладно в этой партии вернусь старому знакомым каван сунги 2 достаточно хитрый вариант в общем то что черные шахматисты приноровились к нему получают неплохие позиции но как скажем так тайное оружие использовать можно а получается какая структура страницы которые белых есть серьезный недостаток позициями на то что то что он пропешка ц2 загорожена но потом пилотская другие планы 10 5 обычно белый стимаца встретить путем ф4 но играть ф4 до хода ф5 не очень хочется потому что прослабляются черные поля с той стороны тяжело придумать какой либо какой либо ничего не значит ход который сохранил бы этот идея попробую как то так ну все но и в 5 в 5 придется играть и в 4 слона а6 стоит не совсем там где надо да наверное не самая удачная реакция за белых но позиция остается неплохой кони в 6 с одной стороны отказывается от активных планов на ближайшее время с другой стороны белым тоже не так легко чего-то добиться потому что кони стоять не очень удачно потом попробую что-то сделать на королевском фланге у нас нужен такой же 4 в целом мне кажется что такой размер должен быть выгонен белым можно ли пойти в 4 по виду можно уверен что это сильнейшее но какой-то смысл есть теперь если черный что не делал грозила f5 с идеей а потом h3 и слон на g4 оказался в опасном положении поэтому да взяли в 4 в 4 подбором ожидаю ход слон д7 нас на д7 сыграла цена довольно идейно выглядит е5 давайте проверим д е так да и немножко странный ход что задумано на ферзи 5 видимо какая-то жирка качества а ферзи 5 слон ц5 шах прошу прощения в черных есть такой промежуток неприятно если честно зевнул его что нужно сделать что нужно сделать то год конечно можно верить конем но в этом случае слон д6 и особой координации белых нет попробую пойти ферзи 5 так сказать что учет насел такая комфортная позиция не уверен что так вот так у нас тратный зевок видимо видимо маус липта про прошу прощения на самом деле люди ведется не хотел пойти в шесть ведь политика всего польза белых вижу к сожалению это но не поможет думаю что это польза белых после любого любого разумного отступления мы не учили что то что надо что я достаточно некрасиво ладян а8 вне игры какие то слабости не уверен что здесь все так однозначно но партия закончилась не тем образом каким хотелось бы наверное ну что уж следующий тур начнется еще не скоро поэтому пока поставлю видео на пау так начинается третий тур играем с артуром подгорским с неплохим рейтингом в этот раз сказать все таки кунифтрий схема на борьбу да я думаю что тракция с неточной акции черных на самом деле одна из самых неприятных попытаюсь перейти к стандартаму до 6 да до 6 видимо меня называют страниц кукупу утром 4 знаю существование такого хода вроде как довольно модный но на самом деле не совсем понимаю в чем план члена белая хотят пойти к концу 3 в какой-то момент но белая то есть я и перейти в позиции стандартные для ну не самого опасного до черных варианты из защиты перцевых имсово е5 хотят е5 после взятия от этого не может быть поприятнее в белых не знаю насколько есть получи еще оптимистичен но я хочу еще оптимистичен но это идея в этом есть все таки пешка на 5 в некоторой степени стесняют черных выстрелы часто и что после а шесть да сам отвода учебники наблюдаются если честно а не было буду ли не буду послушать литрис петербургом по 4 3 пешка на е5 на нас так что да в общем сыграли основе 3 идея в том что кроме 4 есть по солнце 5 вроде как в основе так легко выбить оттуда ну и жалко отдавать двух слонов так быстро твой стороны после да в общем конечно белые совершенно неправильно разыграли трактовали этот вариант потому что что я уже зависла бы серьезно пешка на опять да не самая убедительная игра шоу что говорить ну ладно борьба продолжается пока не 4 4 наверное не сыграешь тоже конечно это вызывает вопрос ладно попробуй украине 4 вроде как пешка на 5 пока относительно неприкосновенно ввиду того что висит на е5 более важная пешка но если черный совсем ничего не делать может сломать 5 придет такая идея ну конь же 4 да в общем то ожидалось теперь черный намекает то что они все таки хотят каким то образом забрать на опять с другой стороны ферзер фланг немножко слабоват белые в любой момент готовы прогнать этого коня путем h3 в результате чего пешка на е5 опять повиснет по крайней мере если у черных здесь и перевес то это не настолько очевидно на е4 есть так ну действительно конь опять сыграно думаю что надо брать на е8 король в 8 вполне логично и вот тут вот я планировал ход h3 наверное он неплохой е4 конь f6 два хода вот приводят к примеру к тому же е4 хотя не нравится меньше на е4 есть ответ конь d4 не знаю вот что это позиция но выглядит перспективно за белых давайте попробуем на d4 сейчас последует конь f6 да взять и какой-то вел какой-нибудь c5 в итоге да король е7 но тут после конь е4 не исключаю что у белых попеет не позиция все таки слон есть слон да после g5 есть ход b4 дальнейшее ухудшение в структуру черных но это может маловато если честно для чего то серьезного с другой стороны почему бы не попробовать давайте сыграем b4 конь c6 на конь c6 возьмем или не возьмем может быть c3 сначала пойти наверное нет все таки слон взяли ладья а1 проблема в том что черный довольно активный король вообще приходит с ряд ладья а5 с другой стороны если удастся стабилизировать структуру на какое то время то будут уже серьезные проблемы то есть если сейчас пойти ладья б6 да то я не исключаю что эта позиция чувствительно в пользу белых потому что король подойдет в центр а структура ну хронически плохая король пошел да у него все равно перестуты белых но тоже конечно так чтобы вести его до победы еще нужно стараться в этом процессе но она пора уже открывать эту позицию создавать какие то проходные надо брать наш пятна упадет в итоге то есть не важно всегда то что это уже король в 5 и белые далеко проходят но можно просто зайти на пешке так предлагает переход в анчпелье кстати неплохой прием потому что я вынужден тратить время на расчет это в анчпелье поэтому я думаю что владея выигрывала но нет смысла все таки легче остаться с лишней пешкой после ладья и 5 ладья опять теперь уже переход пешки не обсуждается и в результате белые забирают еще одну но и должен технически выиграть что и конечно но я все еще способен тут на протачить водя пошла в тыл это правильно но большому центру я должен тут решать исход борьбы все равно 6 ну король же шесть потом воде аж 5 на партии потихоньку подходит к концу видимо на взгляде но 6 ну да и но сейчас пошел и видимо надо сдаться еще у меня теряется мы все им забрали ну да один из миллионов способов поставить мат выиграл точно интересная партия мне очень понравилась как я крал но хватило для победы ну что же следующий тур еще не совсем скоро поэтому слово снова нажму на паузу итак начинается четвертый тур мы играем с человеком чайник я не рискну произносить потому что это польское имя ну и тоже тоже набрал 3 3 стекла и лидирует в турнире так что партия обещает быть непростой да симметрично английское начало он сыграл так да конечно сейчас если конца 6 получается не то что я обычно предпочитаю играть не самая приятная паница в частности вот так вот частенько играет кирилл эва и с хорошими результатами пробовать что ли сыграть пожуще перзать ну ладно все таки это слишком поэтому конь fd6 кстати и конь f6 спокойно развити по идее у черных не должно быть больших проблем тут но когда шкватист играет белую подобную схему он всегда отлично понимает что здесь надо делать какие здесь тонкости нюансы и так далее про себя к сожалению такого сказать не могу поэтому вероятно ожидают меня тяжелые времена в этой партии уже в ходе феркса 5 я не уверен может быть c5 было сильнее но тяжело понять это в лице когда первый раз видишь позицию пробую играть как-то без хитрости конь d7 конь e5 идея ну не как у черных есть определенная контр-игра так конь d5 неприятная зевок обычно правда в таких позициях ферс d8 всегда все держит но надо быть аккуратнее все таки да ну скажу еще раз повторюсь что конь d5 есть какой-то странный электрический удар на ферс d2 конь e7 когда h8 сломбит d2 и потому что висит на c6 я не до конца уверен что я там что-то извлеку из этого хорошее для себя после нлд б4 и конь d5 да после нлд б4 и конь d5 а это означает что неприятная позиция у черных видимо тяло типа 4 конь d5 можно пойти ладья а4 конь e7 король h8 ферс d6 ладья а2 или ферс d6 ладья а2 или конь c6 ферс d6 ладья а2 конь c6 белые могут остаться с лишним материалом там в итоге это не самая приятная перспектива ну давайте попробуем так сыграть может быть я вообще что-то простое зеваю но вроде бы нет конь d5 и а4 задем а4 ферс d5 ферс d2 ну давайте рискнем конь d5 наверное будет сыграть кстати на конь d5 сейчас я думаю что может быть щитрость качество пожертвовать наверное не стоит ферс д5 а4 следует конь e7 разумеется тут я думаю что последует ферс d6 все таки все таки взяли тоже тоже логично конь c6 ладья а2 с другой стороны мне кажется что эта позиция неплохая до черных потому что пока висит на e2 ладья а2 хороший ход можно сказать отличный ход думаю что после любого другого белых были проблемы а тут проблемы все таки если у кого то есть то скорее у черных да неприятная позиция а провод что ли играть на быструю контрагруз пешкой а быстрая контрагруза должна быть быстрая еще и в плане расходуемого времени что к сожалению пока я себе сказать не могу я вообще конечно не могу назвать себя скажем так быстрым блюцором но комментарий накладывает еще дополнительный неприятный отпечаток на скорость моей игры с другой стороны отдаленная проходная должна что значить в такой позиции она мне кажется вполне способна здесь добежать довольно далеко хороший ход с лан с 1 ставит черных перед проблемами конечно так ну ладно тут c8 упал на коня уже тяжело здесь находить сильнейшие ходы так не зевают коня вообще не может не радовать с точки зрения результата данной партии странный зевок наверно черных выиграл но опять же все еще могут быть некоторые проблем времени на часах 37 секунд с другой стороны позиция не сложно для реализации так что идти все должно быть неплохо да этот шаг вообще не стоит допускать наверное но ну что ж не проблема вроде как меняются ладьи потому что слона подб а если ладьи меняются то дело заканчивается контрыгра c4 ну да и должно здесь мне хватить времени достаточно большим запасом взяли пешка пошла на а3 потому что сейчас будет слона три сайта кстати еще надо будет пошлепать в этой позиции потому что сфер сразу не прошел времени очень мало придется ускориться и видимо меньше комментировать чем того бы хотелось возможно моим зрителям вж вж следующий ход g5 ну и черный начнут окучивать пешку е4 вполне в общем очевидно но комментировать по большому счету нечего в этой позиции соперника пытается снести мне флаг но нечая черного обеспечен не думаю что конечно пятнадцать секунд такой позиции более чем достаточно чтобы победить шланг 4 что она теперь пойдет пешка d к счастью для меня тут нет ни одной патроны людей у короля много полей да ну и мат на же 4 что ж думаю что сейчас можно паузу не ставить потому что достаточно долго продолжалась партия довольно небольшого количества шахматистов уже осталось сто процентов сто процентный результат точнее видимо только у меня не достаточно большое количество шахматистов также выбыло из турнира посмотрим еще три тура вполне возможно испортить столь хорошо начинающийся турнир да наверное все таки поставлю на паузу еще одна партия продолжается видимо будет продолжаться довольно долго так продолжается турнир пятый тур играем с девушкой я надеюсь что с девушкой потому что иногда под женскими никами скрываются в волне себе бородатые мужчины Валерия Теряевой русская партия но не пойду я в русскую партию снова видимо будет этот вариант а снова 4 противный ход у меня никогда не получается против него нормально играть морально готовлю готовлю зрителей к ну что чтобы скрывать к ужасной игре со своей стороны обычно я применяю тут какой-то план с g3 ладьяя 1 слон f3 слон g2 она абсолютно ничего не дает белым ну и я просто не очень понимаю как вообще здесь без белого добиваться перевеса и не очень понимаю почему почему этот вариант настолько не популярен да потому что у черных очень комфортная позиция в общем простая игра белые могут рассчитывать только на силу двух слонов но что то если честно в такой редакции эти два слона меня не сильно вдохновляют правда тут в ходе b5 я не уверен по моему лишние слабости на ферзовом фланге попробую обозначить их на a6 конечно бить не собираюсь идея далеко не в этом была за гранер на слон d4 хотя в слон d4 неудачный ход стоило все-таки побить слона g6 пока давали сейчас слона f5 и у белых нет такой простой игры как хотелось бы ну что ж это будет периодически довольно грубо ошибки допускаются вот например да см d4 ужасно конечно слон f5 и у черных все нормально после конь g6 то же самое см d4 у белых явный перерез конь на f4 выглядит красиво но слон все равно сильнее так это немножко странное решение хотя имеет смысл возьму на e8 и демократце бить конем f что немножко края во выглядит но тоже явных явных недостатков обнаружить не могу ну так что делать что делать сыграю наверное сыграю ферзь e2 медленно усиливает свою позицию у белых нет перевеса по крайней мере сервис дома но и больших проблем тоже быть не должно слон е4 что-то более-менее ожидалось даже если сыграть f3 конечно не очень хочется играть но может быть сыграть слон f3 поэтому слон е4 выглядит красиво но насколько он там устойчив непонятно или все-таки сыграть f3 да не самый простой выбор не самый простой выбор ладно пойду f3 последует слон f5 очевидно да как-то так фешка на c2 висит достаточно неприятно не знаю может быть есть смысл коня на c5 перевести на f4 он вроде как свою функцию выполнил черный конь нападет через c7 на e6 как раз вот против офис конь белых перейдет на c5 какой-то смысл есть опять же белых нет большого перевеса меня устроило бы даже небольшое давление но в качестве скажем так отягчающего фактора в данной позиции здесь опять традиционная уже вполне недостача по времени достаточно плохо я играю в шахматы в частности близ это приводит к тому что играю в близ достаточно медленно чтобы компенсировать ну все все обожество собственной игры ну не знаю заеду все-таки диа8 сильный ход достаточно черный есть может отдать нет отдать качество это слишком конечно да не стоило так играть после ладей 8 позиция упрощается в пользу черта ну ферзи 7 неправильный теперь у белых действительно довольно много активности тут тоже еще партия далека от завершения но определенный плюс у белых есть так хотя с другой стороны сейчас королев 8 будет сыграно а может быть я неправильно оцениваю эту позицию на солнце 2 отдаю специально вопрос конечно в том хорошо это или нет но ну вот можно на королев 8 к счастью в данной редакции уже есть ладя c7 с выигрышем фигуры может быть черным не так легко раскрутиться на самом деле с 4 секунды на часах укладывают свой отпечаток c4 c4 g5 c4 ход меня удивляет что теперь уже можно взять на g7 да можно съесть фигуру можно сыграть кунди 7 кунди в 6 наверное сыграть кунди 7 кунди в 6 потому что белый будет более простая игра с проведением этой пешки в ферзи ну ладя шузен грозит если черные каким-то образом черные защитились да поэтому пойдем в 6 сейчас есть был сильный ход вот видимо кунди 8 тут вот проблемы с матом уже достаточно серьезные хотя на другой стороне охотит моя соперница или соперник достаточно неплохой ресурс да и тут будут проблемы на самом деле потому что очень мало времени очень мало времени так взяли да ну видимо прыгают в позицию что довольно обидно потому что она выиграна объективно но ничего не попишешь блиц есть блиц да пошел вперед но это конечно уже слабо совсем ушел нету простой игры тут у белых к сожалению даю весь материал пытаюсь что-то компенсировать но скорее всего ничего не получится ребят следующего тура играю с евгением чупакином все бугульма не был я в городе бугульма несмотря на то что на его существовании посмотрим на явление молодой шахматист кстати несмотря на чувствительный отрыв первое место пока далеко не обеспечен ну вот играем черными находимся в зоне пониженной активности из этого но можно это пережить до до 4 так не в 3 хотел попросить полуштургомбит но уже не дали 4 очень часто дц я знаю что есть такой ход но почему-то никто не делает хотя ход мне кажется чуть ли не сильнее чем вот это вот распространенная е3 c3 белая тут более конкретная игра белые на мой взгляд все таки должны в дебюте стремиться именно к конкретной игре попробую слон же 4 хотя ход вызывает сомнения определенные может быть слон б5 у белых есть но слон я думаю это не кажется очень опасным потому что теперь на цепь от cm и в общем-то больших проблем у черных нет конечно ни о каком перевесе тут речь идти не может но больших проблем тоже нет в целом достаточно здесь плотная структура слон е7 или слон b6 это он тяжелый выбор ладно пойду слон е7 да c4 вполне естественно немножко суховатая позиция не буду наверное сам брать подожду пока возьмут белый если они собираются там брать чтобы довольно удачно поставить своего коня мд5 слон может быть выйдет на f6 но не исключено что черные чуть поддавили в этой позиции да все таки этим конем не могу ли я тут взять кого-то каким-то образом так упростить позицию чтобы остаться с приятной игрой наверное могу конь d4 сейчас на ну е до просто изолятора если так то беру на е2 белым приходится брать на ферзером и тут я могу взять на d4 и в близ обычно приятнее играть с конем тем более тут у черных изоляторов у белых потенциально есть некоторая игра на королевском фланге но эти потенциальные игры на королевском фланге для собственно создания реальных угроз тут еще довольно долгий путь надо пройти к слону е5 это хорошее начало в этом плане да обычно у черных есть слон на f8 который защищает от этих всех поползновений тут его нет и может мне придется играть f6 что он нарушает целостность моей структуры как бы этого избежать наверное никак ай-яй-яй-яй неприятно ну что ж ладно, сыграю ldc8 все равно ехать размешать а, ldd3 белые серьезно намерились уже дать мат не может конечно меня радовать никак ну попробую так попробую или не попробую кстати потому что ldc2 f4 f6 уже ldg3 есть ход серьезным образом да недооценил эту активность ай-яй-яй пробую f6 что ли корявый ход конечно не любила делать корявые ходы а там f4 f4 беда 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 да неприятно это все попробую как-то коня перевести у нас же 6 в защиту но это ужасный ужасный конечно маневр по-хорошему объективно значительно сильнее еще ldb3 сильный ход нашел да, по-хорошему значительно сильнее было играть не заморачиваясь допуская все всю эту активность думаю что объективно у черных не должно было быть так сильно плохо но в blitz всегда неприятно когда твоего короля атакуют а вот в этом варианте таки я атакую короля не знаю насколько это все опасно но тем не менее ферс на f1 заходит наверное все таки объективно не очень опасно но есть свои нюансы мат грозит наш 1 да, поэтому сыграно вот так это ожидалось нет ли у меня тут хода так ну ладно очень мало времени сыграешь 5 отвлеку не знаю как то мне это помогает или нет что то надо было делать не знаю ой 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 там ферзи в 3 ну ладно уже раз сыграл пойду пойду до конца ферзи в 3 у меня в 4 играть такая идея потом надежи в 2 коряво выглядит ужасно но на 3 играть очень быстро это в данном случае важнее поэтому не очень не нравится формат бриться по 3 минуты что уж тут говорить да, дима грозит мат защищу вот так вот тайно это поле ну все может пойти ладя b8 да? ой это был грубый зевок ну вы сами видите что бывает когда приходится комментировать когда мне зимнули ладью может еще что удастся очень странная странная партия не исключено что сейчас черные дадут мат в итоге в общем очень очень глупая партия что что-то говорить но такое бывает блин зато он порадовал зрителей да случается везучий конечно на редкость а Евгений играл хорошо то есть вероятно черный после ферзи в 1 конечно большой перевес но с таким временем разобраться я не смог в который раз уже по ною и скажу что тяжело тяжело комментировать и играть у меня не получается я на самом деле восхищаюсь теми людьми у которых это получается без без потери качества ходов ну не знаю я стараюсь думать о том что я говорю и в итоге не получается думать о том что я делаю на доске но тем временем поставлю видео на паузу у нас последний тур победа в турнире уже видимо обеспечена но это не отменяет того что его надо доиграть ну м м м так прошу прощения за вот такое небольшое включение из норвегии ну да последний тур мы играем видимо с одной еще одной девушкой если конечно же это девушка вообще конечно Милена Аханова 12 лет максимальный рейтинг 3000 вызывает некоторые сомнения но не суть скажем так играем против фигур тем более играть против фигур предстоит белыми что может не радовать так у них 3 так приглашать меня за счет каракан может быть пригласиться да ну сегодня по скорости реакции играет играет моя соперница за счет карака ну надеюсь находка он бд7 конечно в этой позиции но его не последовало а жаль эм d4 кстати вот любопытная схема мне всегда она нравилась за белых а на основной f5 да неспоминаю то что мне нравится играть а я ее неправильно явно что в общем то не слишком подтверждает мои слова о том что схема хорошая xb6 то не очевидный ход почему уж было не сыграть как то поспокойнее e6 ну ладно рокирую в короткую он e7 будет взрослый да ничего не получили белые по дебютам ничего не поделаешься надо играть в шахмат ну к тому же варан такой что белые и не предполагается что белые должны что-то получать если честно варан больше на боргу слон h6 ход был но конь h5 всегда защищает от матов во всякий случай проясню этот момент теперь что слон h6 больше смысл на миг потому что на конь h5 есть какой-то ход ферзи в 3 слон d6 тоже возможно смущает некоторых вариантах то что под слон h6 мат слон g6 задумано да прошу прощения за эти долгие абсолютно неуместные размышления ни о чем слон h6 слон g6 ферзи в 3 ферзи b2 ведь мат не то все таки если это не то то нету нету хорошего хода в белых ай-яй-яй-яй-яй ай-яй-яй почему бы не побаловаться последним турнифором ферзи b2 конечно дает черный перевес но ладно разок можно сыграть и так он тоже наверное дает черный перевес кстати в этом я менее уверен потому что есть какой-то ход слон b3 конь идет на c4 что это за позиция получается давайте проверим конь пришел на c4 афер c6 наверное есть ход сильный белых два слона но пешка то все равно без пешки придется играть да ферзи шесть сыграла хорошо играет милена если конечно это милена да придется играть и в этот энджпиль ты знаешь что это за энджпиль наверное какие-то шансы то есть в нем но тут надо брать слона очевидно как бы получить вот какую-то намек на игру в этой позиции простую ну ладно возьму тут пускай ладится 1 в белых есть компенсация но ее наверное хватает только чтобы за ничью побороться объективно да концовка турнира не сдалась чего уж тут говорить ну ничего побоемся ну ничего побоемся наверное моя любимая фраза за сегодня это в общем-то свидетельство этого степени бездарности игры моей в данном турнире но ладно пешка отыгралась теперь видимо бороться за ничью уже был черный явно были более сильные продолжения но не могу сказать что позиция была такой простой потому что два слона очень сильные структура черных разбит да шесть естественный ход но ладятся 1 тоже вполне себе спрашивается мне кажется не хватает времени но черным явно тяжелее играть тут кунде 2 хороший ход наверно если это не зевок ну да хороший ход если не зевок это конечно оригинально сказал ладят 1 к чему приводит а не к чему после ладята 8 я потратил очень много времени опять на расчеты бессмысленных вариантов это не может меня радовать ну что ж придется шлепать в конец в конце опять да так сына можно пойти ладят С8 это не приводит к выигрышу материала серьезного материала по крайней мере ну может пешку удастся зазбить а нет пешку попробуем ладно ладят 8 вроде как ладят С7 уже лишняя пешка и по прежнему два сильных слона а у черных активные фигуры ну кажется что с ними ничего нельзя сделать сразу если белым удастся стабилизировать ситуацию то будет хорошая позиция стабилизировать ситуацию в том числе по времени да вот это зря сделал что теперь у черных снова контрыгра ладно аж 3 скорее всего будет шар исполнен нет все таки просто просто ладят 2 ладно времени очень мало побегу проходной вперед белый сохраняет перерез объективно черными по прежнему тяжело здесь играть ну да пешка бежит очень быстро через шаг наверное сыграет ладья 8 просто взять можно но пешка будет уже на а7 стоять с другой стороны я не совсем уверен что это так легко здесь тебе белым раскрутиться да в общем белых не хуже может быть уже и лучше так не бесит мат он играет слон f3 уходить обратно уходить обратно дальше играть так взяли ну и кстати поздравляем милену с победой хорошая партия но тем не менее мы выиграли турнир в общем то всем спасибо за внимание